Продолжение следует... То есть, если дети умирают, одна из основных причин – это сепсис. И это одна из причин, которые потенциально можно предотвратить. На самом деле дети, которые умирают, они умирают где-то в возрасте от трех недель до трех месяцев. Это данные национальной сети исследований на неонатальных Соединенных Штатах. Они следят за детками 28 недель, отслеживают, скажем так, те случаи смерти и причины. И то, что зеленое вы видите, это инфекция, и фиолетовым цветом это NEC. И эти недели, они как раз развиваются в основном между тремя неделями и тремя месяцами, как правило, да, и требуют реанимационных мероприятий. И зависит от патогена, насколько фатальной, летальной может быть инфекция. Например, грамм позитивной коки, костафилококи, золотистый стафилококк или энтерококк, их относительно легко лечить. Но если посмотреть на грамм негативной, то с ними связана высокая летальность. Особенно, что касается псевдомоны, синегнойной палочки. Поэтому мы, ну скажем так, мы все очень любим антибиотики. У нас страсть к антибиотикам. И неотолог начинает сразу, да, если сомневается, сразу начинает антибиотики давать. То есть разные, любые антибиотики. И мы достаточно часто их назначаем. Вот это данные из Канады. Там рассматривали, вот, все взяли реанимации новонарожденных. В исследовании всего было почти 14 тысяч детей. Включены до полутора килограмм массы тел. И вот мы видим, 85% получали антибиотики. И 75% получали антибиотики без доказательств НЭК и без положительных результатов посева крови или спинномозговой жидкости. То есть мы даем антибиотики очень часто без всякой на то веской причины. Но, в принципе, причина есть хорошая. Потому что если у ребенка начинается инфекция, мы должны действовать быстро. Вот данные, это по взрослым пациентам, но тут можно с легкостью, скажем так, транслировать, перевести эти данные на неонатологию. И время между началом симптомов, появлением симптомов и применением эффективных антимикробных препаратов имеет решающее значение для выживания пациента. То есть если ребенок выглядит нездоровым, и мы все это знаем, мы начинаем пассив делать, и после этого антибиотики. Да, то, по крайней мере, как бы это поведение наше, оно обосновано. Но антибиотики убивают детей. Опять-таки, данные из Соединенных Штатов. И повторены они были, те же данные получены в Египте. Каждый день недоношенный ребенок получает антибиотики, и это повышает вероятность смерти или НЭК. Это каждый день. Опять-таки, те же данные, они были повторены в другом, как бы так, сценарии в Ельском университете, и сравнили детей, которые получали антибиотики, и сравнивали с детьми, которые не получали антибиотики. И опять-таки, каждый день дети, которые были на антибиотиках, то есть каждый день, следующий день повышал для них риск некротизирующего энтероколита. Вот еще одно исследование. И, в принципе, те же результаты. Сен-Серери, здесь дети недоношенные, вы видите. То есть длительность эмпирической антибиотикотерапии после поступления, после госпитализации, да, повышает риск сепсиса. То есть даем антибиотики, тем, что мы даем антибиотики, мы повышаем риск позднего сепсиса и некротизирующий энтероколит, а также смерти, риск смерти. Давайте вернемся к канадскому исследованию. Это все данные о тех детях, которые получали антибиотики без НЭК или без позитивных результатов культуры исследования. Повышение уровня использования антибиотиков, это количество дней антибиотиков на общую длительность пребывания в отделении антенсивной антибиотерапии. И вы видите, что риск смертности, эта кривая очень резко возникает. То есть дети, которые получают больше всего антибиотиков, для них этот риск самый большой. Наверное, это психология, а не биология самого ребенка или заболевания биологические основы. И это касалось не только летальности, но и в целом плохих исходов лечения, потому что они создали такой общий исход смерть, бронхолюгочная дисплазия, перевентрикулярная лекомоляция или ретип напатия новорожденных, недоношенных. Все они давали плохой исход. Поэтому очень важно, что если вы назначили антибиотики, и вы уверены, что действительно это имеет смысл, если ребенок в плохом состоянии, вы не знаете причины, вы начинаете сразу антибиотик, то, конечно, когда вы узнали причину, не надо их сразу отменять. Но было проведено два рандомизированных контролируемых исследования, которые показали, что если бы отменить антибиотик через 48 часов, если у ребенка низкий цирреактивный белок или низкий прокальцитонин, то это абсолютно безопасно. Никакой сепсис уже не рецидивирует. В одном лечебном учреждении в Техасе, где у них была компьютеризированная система по назначениям всех антибиотиков, эта компьютеризированная система была изменена таким образом, что через 48 часов просто по умолчанию нужно было отменять антибиотики. И что произошло? Врачи следовали вот этой опции, и это как раз очень снизило как раз общее количество использования антибиотиков, и никаких негативных результатов для ребенка это не было. Не дало. Если ребенок стабилен на получаемой терапии, то тогда вы можете позволить себе позвать результаты культурального исследования, и после этого подобрать антибиотики по тем патогенным микроорганизмам, которые действительно уже оценены на их устойчивости или действиям. Если ребенок в очень тяжелом состоянии, и ему необходима гемодинамическая поддержка и жидкости, то, конечно, нужно тогда назначать антибиотики и повышать их дозу, потому что, может, вы выбрали не ту комбинацию антибиотиков, которые покрывают патоген, патогенный микроорганизм. Что значит повышение дозы? Это мы говорим о том, что мы будем назначать больше антибиотиков широкого спектра действия. Но, как я вам уже показал, это опасно. Вот данные из очень большой сети детских больниц, называются педиатриксы, которые проанализировали назначение сефотоксима и связали использование сефотоксима со смертностью. И вы видите, что в группе по гестрационному возрасту и у доношенных и недоношенных детей использование назначения сефотоксима ассоциировалось с увеличением показателя смертности. То есть, это говорит о том, что сефотоксим убивает еще больше детей. И для этого есть определенная причина, которая была выявлена в рандомизированном исследовании в Нидерландах. И они не рандомизировали отдельных пациентов, они рандомизировали два отделения. В одном отделении было назначено назначено эмпирически амоксицелинсофотоксин, а второе отделение следовало рекомендациям ВОЗ, пенициллин, топромицин назначался. И после этого нашли те микроорганизмы, которые были устойчивы к назначенным антибиотикам. Что касалось комбинации амоксицелинсофотоксим, и через 5 недель они стали выделять резистентные и устойчивые микроорганизмы. А в другом отделении, то вот эти устойчивые патогены, а у них не было устойчивости к пенициллину, топромицину, но была устойчивость к амоксицелину, ацефотоксиму. Через несколько времени поменялись эти отделения. Тогда в отделении А был назначен пенициллин, топромицин, и вдруг все вот эти устойчивые изолеты исчезли. А с другой стороны, то отделение, в котором назначили амоксицелинсофотоксим, стали появляться эти резистентные изолеты. Что же происходит? Некоторые бактерии, в основном это ассирация, псевдомонада, ацербактер, цинобактер, они обладают так называемой МС-устойчивостью или резистентностью. Если вы будете тестировать эти патогены инвитро, то они кажутся восприимчивыми к беталоктамам, но у них как бы встроенная есть резистентность, которой нужно всего лишь 48 часов для того, чтобы проснуться. А через 48 часов никто же следующую культуру посев крови не делает. И вот через 48 часов эти микроорганизмы становятся резистентными к беталоктамамам. Они не медируются плазмой, то есть это как бы в них встроено. Они называются спасем бактерий, и поэтому их нужно рассматривать как устойчивые к беталоктанам. То есть спасем это по первым буквам названия микроорганизма. Я уже говорил вам о том, что в этом голландском исследовании, где у них были два рандомизированные, два отделения, что одно из них использовало рекомендации ВОЗ по поводу эмпирического назначения антибиотикам, новорожденным. И эмпирическое назначение антибиотиков, они должны покрывать очень большое число патогенов. Они должны покрывать срептокопы группы В, которые прекрасно убивают пенициллин, а моноцитогены, ампирогены, которые тоже убивают пенициллин, энтерококи, которые восприимчивают тоже к ампициллину, и они должны покрывать также грамм негативных микроорганизмах, которые и являются очень проблематичными. Что касается грамм негативных микроорганизмов, вам нужны аминогликозиды. И поскольку аминогликозиды редко очень используются в других местах в медицине, вы не можете назначить их нашим пациентам, то ситуация с резистентностью на самом деле пока достаточно удовлетворительная. Очень важно знать вашего врага в лицо. Поэтому чрезвычайно просто важно сеять и кровь, и ликвар, перед тем, как вы будете назначать антибиотики. Однако иногда это очень может вас расстроить, потому что вы не выделяете тот микроорганизм, который там есть, патогенный микроорганизм. Вот это данные по системе надзора за госпитальными инфекциями в одном из госпиталей в Германии. Сейчас это уже обязательно. То есть сейчас уже проводится такой надзор по всем больницам. Это недоношенные дети, весы менее полутора килограмм, у которых есть некая инфекция, бактериальная инфекция, клинимая, то есть повышение цирреактивного белка. То есть они удовлетворяют всем критериям CDC по определению к инфекции. Более чем в 50% случаев как раз результаты посева крови оказались негативными. То есть они как бы не ословили вот этот патогенный микроорганизм. Их чувствительность очень низкая. Что же можно сделать? Это область исследований в данное время. И хочу вам показать часть таких исследований из Индии. Очень интересное исследование. Оно было сделано в Понди-Черри. Это такой город на побережье, которое часто давно принадлежало Франции. И в этом городе было проведено это рентомизированное, контролированное исследование у всех детей, которые были госпитализированы, выделили интенсивные терапии и получали антибиотики. У них сделали посев крови и сделали также им ПЦР, которое намного более чувствительно. И как вы видите, во многих случаях результат ПЦР был позитивным, а результат посева крови оказался негативным. Особенно это касалось грамм негативных флора. И во многих случаях приблизительно одна треть этих детей у одной трети ПЦР выявило более чем один микроорганизм патогенный. Ну, например, возвращаются результаты посева крови, и там есть, допустим, негативный ПОК, а ГУЛАЗа негативного мастерфилококу. Вот, а ПЦР это показал. Он не только может определить бактерии, плазмиды, также которые могут себе содержать резистентные гены, а это большая проблема в Индии. Это не большая проблема в Центральной Европе, а в Индии это очень большая проблема. И во многих случаях они выявили те вот гены устойчивости. И, как я вам сказал, это исследование было рандомизировано. То есть, в одной ветве результаты ПЦР были сообщены врачам, а в другой ветве не сообщили эти результаты врачам. И те дети, врачи, которых получили результаты ПЦР, у этих деток были шансы на выживание гораздо выше, чем у тех, которые таких результатов не знали. То есть, это исследование показывает, что ПЦР спасает жизни детей. Ситуация в Центральной Европе отличается. У нас не так много устойчивых бактерий, но покажем позже, что может быть в вашей стране ситуация ближе к Индии, чем, скажем, к Швейцарии или к Германии. Что чрезвычайно важно, у меня есть карты, я покажу вам карты всех стран Европы, которые принимают участие в программе профилактики европейского CDC. К сожалению, Украина не является ее членом, но я вам покажу данные из Польши, Румынии, из Словакии, чтобы вы знали о том, что делают ваши соседи, соседние страны. Я раньше говорил вам о том, насколько важны аминогликозиды. И я также говорил вам о том, что чаще всего самыми такими страшными киллерами, патогенами являются грамм-негативные. И в Великобритании собрали все данные по грамм-негативному сепсису у маловесных детей. Было выделено 119 грамм-негативных изглядов. Это были шерихиоколи, клебзиела, и 18% летальности было связано с этими микроорганизмами. И вот какие же есть картины резистентности у них. Большинство из них отвечали на пиперцелин и тазобактам. Что касается сефотоксима, опять-таки, уровень резистентности был очень высокий. Даже перед тем, как начинает работать этот вот механизм МСИМ. в настоящее время не выделено никаких изолятов, которые имеют резистентность к меропенему. И большинство, но не всех, они отвечают на гетамицин. после этого был проведен мультивариантный регрессионный анализ для того, чтобы выйти, какие из этих переменных все-таки вносят свой вклад в смертность, в летальность. И выявили, что два совершенно очевидных фактора риска это гестационный возраст и возраст после рождения. Но также это и была чувствительность изоляции гента медицин, который делал самый большой вклад в эту летальность. Были также нечувствительные изоляты. То есть успех антибиотикотерапии зависит в большой степени от аминогликозидов, по крайней мере, вот в этой когорте, которая исследовалась, британская. Поэтому очень важно знать схему резистентности, то есть картину резистентности тех изоляторов, которые встречаются, то есть в вашем отделении, в вашей больнице, в вашей стране в целом, потому что есть некоторые из них, которые резистентны. Они уже существуют. Мы их не делаем, мы просто их выбираем. мы выбираем метициллино-резистентный золотистый стафилококк. Самый высокий показатель колонизации МРСА это у людей, которые работают в сельском хозяйстве, с сельскохозяйственными животными, коровы, свиньи, потому что у коров и свиней получают, вернее, корма с антибиотиками. Также есть ванкомицин резистентный антерококки, редко, но до сих пор и самая большая проблема это бета-локтомаза расширенного спектра, граммнегативные патогены. Эти резистентные патогены, они существуют, они и есть, мы просто их как бы выбираем. Когда мы используем пенициллин, как во времена еще Александра Флеминга, сейчас уже большинство кишечных палочек чувствительны, тогда, вернее, были чувствительны, а сейчас практически нет палочек, которые к нему, к пенициллину чувствительны. Затем были аминопенициллины, цефалоспорины затем пошли, а теперь иногда нам приходится использовать карбопенемы. Проблема в том, что гены резистентности передаются от одной грамм негативной бактерии к другой с помощью вот этих нитей. То есть одна бактерия инфицирует другую, то есть показывает таким образом, как себя защищать от антибиотика. с помощью ресничек, вернее, не нитей, а ресничек. Ну вот некоторые данные по резистентности в Европе. Эти данные собраны Европейским Центром Профилактики Контроля Заболеваний в Стокгольме. Он уже работает 10 лет. Есть страны, некоторые, которые в этом не участвуют, потому что они еще не являются членами Европейского Союза, например, Швейцария, но вот Норвегия и Исландия, они тоже не члены ЕС, все равно они подают свои данные в эту сеть, европейскую CDC. Но начнем с МРСА. То есть это не проблема в скандинавских странах, потому что они очень ограниченно используют антибиотики. Но чем южнее мы будем идти, тем более это будет возникать, проявляться как проблема. В Словакии и в Румынии, например, страны, которые близко к Украине расположены, это очень большая проблема. Есть два типа энтерококков, один из них энтерококфекалис, на самом деле нет изолятов, резистентных к ванковицину. Есть еще один штамм, энтерококус, фециум, и тут есть резистентные изоляты, уже есть. Например, в Румынии они есть. Кишечная палочка резистентна к третьему поколению цефалоспоринов. Опять-таки, не такая уже большая проблема в Исландии, более-менее средняя такая, скажем так, тяжесть и проблема в Центральной Европе, но опять-таки в Словакии, в Румынии это большая проблема. Клепсиелопневмония изоляты имеют комбинированную резистентность с вторхиналоном и к аминогликозинам. Если мы лечим детей эмпирически комбинацией аминопенициллина и гентомицина, то мы эту клепсиелу, мы ее не охватим. Опять-таки, в той же самой Румынии, в Венгрии, высокие показатели в Словакии, то есть те страны, которые граничат с Украиной. А вот это самая, скажем так, фатальная, наиболее фатальная картина это Клепсиела, которая резистентна к Меропенебу и Карбопенебу. То есть не в Центральной Проблеме, не на Севере, но большая проблема в Греции и очень большая проблема в Румынии, в Италии. У нас был один пациент, который вернулся из Греции, пришел в немецкую больницу, у него клепсиела была, колонизация клепсиела, и более 20 пациентов умерло из-за этого, потому что с клепсиелой этой мы практически ничего не имеем в плане борьбы с ними. Вот они, видите, резистентность к Карбопенемам. Есть два антибиотика осталось для лечения КБС, это тигициклин, колистин, это два старых антибиотика, которые не сильно используются у новорожденных, но, конечно, мы бы лучше их и не использовали, но иногда приходится. Есть специальные антибиотики ЦФПИМ, нет данных по новорождению, нет данных по его использованию у недоношенных, но для грамм позитивных резистентных, МРСА, например, есть у нас еще линезолит и даптомицин, но мы имеем очень мало опыта использования их у новорожденных детей. Ну, вот, например, все, мы выиграли, там, бактерий нет, ребенок здоров. Именно это то время, когда мы нанесли, скажем так, разрушительное воздействие микробиому, а если мы нарушаем микробиом кишечника, это значит повышенный риск НЭК и позднего сепсиса. То есть, вы выиграли эту битву на данный момент, но все-таки после этого флора, микрофлора в кишечнике ужасная. Что мы сделали, что нам делать? То есть, надо как-то исправить эту ситуацию и дать ребенку хорошие бактерии. И есть очень много рандомизированных контролированных исследований, которые показывают, что если мы это делаем, то мы снижаем НЭК, то есть показатели НЭК и смертности снижаем. И очень много есть метаанализов, и эти метаанализы, их результаты очень интересные. Вот я покажу вам какрановский анализ. если мы даем пробиотики недоношенным детям ниже полтора килограмма, мы снижаем риск НЭК на 60% и снижаем смертность более чем на 30%. Проблема с этими исследованиями это то, что их провели, исследовали разные пробиотики в этих исследованиях. Если мы проводим анализ чувствительности, то только комбинация пробиотиков эффективна. Если мы используем один какой-то пробиотик, вряд ли он будет эффективен. Нам нужна комбинация лучше лактобацилы плюс бифидобактерии. Это собственно то, что мы сделали. Это данные Берлинского и Цюрикского университета. Там самая большая университетская больница в Швейцарии находится, и на самом деле две больницы в Берлине, одна западная, одна восточная берлинская больница, одна цюрикская. То есть проводили профилактику лакто- и бифидобактериями. И потом мы сделали сравнение до и после. И мы видим, что с такой пробиотиковой профилактикой мы снизили НЭК практически на 75% и смертность на 30%, хотя это не получило, скажем так, статистически достоверные результаты. Но это только три больницы были взяты. Это данные по всей Германии. И я вам говорил, что у нас есть система эпиднадзора за назокомиальными инфекциями, поэтому обратились к больницам, используете ли вы у себя пробиотики. И по всей Германии только один пробиотик используется, то есть это комбинация ацидофилюс и инфантис, лакта и бифида. Почему? Потому что они единственное залицензированы для того, то есть они подвержены, подвергаются контролю качества, проходят, вернее, контроль качества. То есть мы сравнили, скажем так, показатели НЭК до использования пробиотиков, после использования пробиотиков в трех больницах, и мы видим по НЭК показатели существенно снизились, смертность существенно снизилась и инфекции кровотока тоже снизились. Поэтому антибиотики, они очень сильные, но опасные. Они приводят к разрушительным последствиям, могут приводить. Это важно помнить. Но правда интенсивную помощь предоставлять мы не можем без антибиотиков, но нам мы должны быть дисциплинированы, да, то есть дисциплинированы и мудро их использовать как можно меньше для того, чтобы и, конечно, потом все-таки исправлять ситуацию после антибиотикотерапии тоже. И спасибо за то, что вы слушали. При организации эпиднадзора в отделении какие среды, какие объекты подлежат мониторированию бактериологическому? Что берется для исследования и кто подлежит исследованию? Все дети до полутора килограмм все мониторируются. то есть каждое использование применения антибиотика начинается, да, то есть как только назначается антибиотик, сразу начинаем мониторирование, то есть как только ребенок получает антибиотики, у нас есть медсестра, которая занимается этими данными, проверяет данные, проверяет посевы, да, то есть это и так делается, но как только ребенок получает антибиотикотерапию, все, тут уже четкое наблюдение. Спасибо большое за интересные Вы сказали о получении посева перед назначением антибиотиков. Вы предлагаете брать посевы ликвара у каждого ребенка перед назначением антибиотиков? Или как-то тут надо по-разному подходить? Есть такая большая тенденция к тому, чтобы не брать ликвар, потому что у такого нестабильного ребенка. То есть мы все-таки стараемся не делать пункцию люмбальную у такого ребенка. У нас есть такая политика, что у каждого ребенка, которому по крайней мере 72 часа от роду, нужно делать люмбальную пункцию, но если мы ее не делаем, то в карте нужно сделать запись и описать причину, почему не сделали. И это очень важно, потому что все, что считается нормальным, это культура. Только посев считается. Вы говорили об МЦ-резистентной передаче. Как Вы усилите антибиотико-терапию ампицилина и гентамицина? Мы не должны использовать, Вы сказали, третье показание цифалоспирином. Только меропенем у нас есть одна опция. Сафотексима уже все, не получается с ним работать больше. У меня к Вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, чем Вы руководствуетесь, если нужно назначить антибиотик, который по инструкции не надо назначать? Вот фигурировал колистин у Вас в докладе. Какой механизм регуляции назначения и обоснования в историях, вот в документации? Спасибо. Ну, как неонатолог, я уже привык использовать препараты не по, скажем так, инструкции, не по протоколу. Просто надо делать свою работу, если бы мы полагались только на то, что там в протоколах прописано. Да, то есть, ну, можно зайти на Медлайн и посмотреть, что рекомендуют в Медлайн, последние их рекомендации, что использовать? Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, Вы используете добавление сульбоктама или пиперцелинтазобоктама в случае выявления изолианта, продуцирующего бета-локтомазу или устойчивого к карбопенемам? Сульбоктам или пиперцелинтазобоктам? Если это назокомиальная инфекция, то стартовая комбинация гентамицин-пиперцелинтазобоктам, но это из-за того, что наша местная резистентность нам говорит о том, что для нас это будет эффективно. То есть, это нельзя как бы сделать везде одинаково, в каждом отделении и в других странах. Скажите, пожалуйста, а рутина профилактика флюканазолом у недоношенных? На самом деле, три вещи, которые можно сделать для предотвратить инфекции. Дрожжевые – флюканазол, профилактика флюканазолом. Второе – это пероральный нистатин. И третье – пробиотики. Все три, как было показано в рандомизированных исследованиях, контролируемых, все эффективны. И мы всеми тремя этими методами пользуемся. И наш показатель грибковых инфекций, дрожжевых инфекций практически на ноле. Может, мы делаем слишком много, и можно было бы безопасно вообще отказаться от профилактики флюканазолом. То есть, мы оставили это только для детей с группы высокого риска, то есть, с веса менее 750 грамм, которые липиды получают внутривенно. А что касается пробиотиков, вы их применяете одновременно с антибиотиками терапии или после антибиотикотерапии? Что касается пробиотиков, рандомизированные контролируемые исследования показали, что они работают просто. Они не показывают, как это делать, как это назначать. Но наш такой рецепт, мы начинаем антибиотики, мы начинаем пробиотики в тот же день, когда мы отменяем антибиотики. Потому что именно в тот день мы наносим больше всего вреда и 10 дней. И вот у нас уровень МЕК сейчас составляет 0. Я просто хочу прокомментировать, насколько это все сложно, учитывая местное окружение, которое вы упомянули. Мы вот говорили, ну вот, наверное, в Сент-Луисе, в Чикаго, в Филадельфии. Мы вообще никак никакой профилактики против кандидоза не делаем. И у нас менее 1% или 0%. Потому что в настоящее время это не эндемическое состояние. Все это зависит от местных условий и от местной восприимчивости, от того, как преобладает патогенная флора. Я думаю, что в Соединенных Штатах мы не используем много пробиотиков, но много исследований было все-таки проведено в тех странах, где очень много такой резистентности и бактериальная флора. Но у вас очень высокий показатель МЕК. Да, а это была бы хорошая профилактика. А у нас в Германии сейчас показатель 1,5. И вы думаете, что это результаты? Я думаю, что причины тут две. Это, во-первых, это широкое использование пробиотиков. А второе, это то, что у нас очень высокий показатель именно вскармливания грудным молоком. То есть у нас 95% как раз использования в некоторых областях. И у нас даже вот есть банк донорского молока. То есть все дети получают молоко только кроме тех детей, которые отказываются от этого по религиозным каким-то причинам. Я хочу просто продолжить то, что Джефф сказал. Мы тоже регулярно не назначаем пробиотики, как я говорил. Были такие данные, которые еще не опубликованы, которые говорят, что такой сейчас временный энтузиазм по поводу использования пробиотиков. Мы смотрели вот микробиом последовательно у тех детей, у которых был или не было НЕК. И мы были просто потрясены тем, что когда мы еще добавляли парентеральные антибиотики, то есть к микробной композиции микробионы, он не менялся. То есть это навело нас на мысли о том, что парентеральное введение антибиотиков не проходит через эпителий ЖКТ. То есть нам надо все-таки подтвердить, наверное, лучше эти данные. А вторая информация, один из наших сотрудников научных проводил исследование тоже микробиома, и он изучал гены устойчивости к антибиотикам и сказал о том, что эти гены тоже присутствуют даже в некоторых тех пробиотиках, в тех бактериях, которые присутствуют в пробиотиках. Например, в бифе, в бифе, да, или в лактобацилл. Если они были кодированы в плазмитах или геномные, то это не имеет значения. Опасны только те, которые кодируются в плазмидах. Это подтвержденные данные. Если у вас есть что-нибудь, что снижает смертность, снижает уровни НЭК и инфекции кровотока, то это не причина для того, чтобы не назначать их только, даже если нет разрешения в ДИА. Да, вот это одна из проблем в Соединенных Штатах. Есть один продукт, который лицензирован, допустим, в Швейцарии. И потом выяснилось, что этот препарат используется там не по назначению, не в инструкции. Это говорит, что нет, мы не можем его использовать, допустим. Но мы делаем наши собственные пробиотики, и они работают, они спасают жизни.